16 ноября Центру адаптивного спорта исполнилось 15 лет. Событие долгожданное, значимое и безусловно очень приятное. В этой круглой дате огромное количество поводов для искреннего восхищения, гордости и радости за высокие достижения. И вот она, летопись самых значимых событий прошедших лет. 2006 год. Распоряжением губернатора Югры было создано бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Центр спорта инвалидов». 2007 год. Директором учреждения назначен Эдуард Исаков. 2008 год. На 13-х паралимпийских летних играх в Пекине Алексей Ашапатов завоевал две золотые медали и установил мировые рекорды в толкании ядра и метании диска. Через 4 года в Лондоне он повторил свой успех. Первые проведенные соревнования в рамках пара «Спартакиады» и «Сурдспартакиады» Югры. 2009 год. Формируется волейбольная команда «Инвалидов по слуху», которая на сегодняшний день является четырехкратным чемпионом России. На 21-х Сурдолимпийских летних играх в Тайване Владимир Шмыгин и Павел Фатин в составе сборной команды России по волейболу заняли первое место. Максим Бган завоевал серебряную медаль в метании молота. В Ханты-Мансийске прошел первый чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в котором приняли участие 300 паралимпийцев из 33 регионов страны. 2010 год. Ханты-Мансийск принял участников чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На лыжню Центра зимних видов спорта вышли более 50 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации. В окружной столице прошел открытый чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих атлетов. Участие в соревнованиях приняли порядка 200 пауэрлифтеров из 34 субъектов Российской Федерации. 2011 год. Прошел первый фестиваль спорта среди воспитанников реабилитационных центров Ханты-Мансийского автономного округа «Дети Югры». В Ханты-Мансийске состоялся чемпионат мира по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов. Впервые он проходил в России и объединил спортсменов из 15 стран. 2012 год. Создан слэдж-хоккейный клуб «Югра», ныне являющийся четырехкратным чемпионом страны. Впервые проводится в Ханты-Мансийске международный турнир по слэдж-хоккею среди клубных команд «Кубок Югры». В разные годы в нем примут участие команды из Польши, Чехии, Словакии, Южной Кореи и регионов России. Ханты-Мансийск принял Кубок России по волейболу среди мужских команд. Югорчане стали обладателями золота, оттеснив на второе место команду Новосибирской области, которая 15 лет держала пальму первенства на всероссийских соревнованиях по сурдолимпийскому волейболу. 2013 год. Серебро 22-х сурдолимпийских летних игр в столице Болгарии в составе сборной России завоевали волейболисты Павел Фатин, Владимир Шмыгин, Максим Салмин и Александр Дроздов. Чемпионом в метании молота стал Максим Ганн. Серебро в этой дисциплине выиграла Юлия Любчик. Открыт отдел Центра адаптивного спорта Югры в городе Югорске. Позднее структурные подразделения Центра будут открыты в поселке Пионерский Советского района, Нягоне, Сургуте и Нижневартовске. Впервые прошел открытый инклюзивный турнир по жиму лежа Кубок чемпионов. На призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева. Уникальный проект по инклюзивному спорту, не имеющий аналогов в мире, где спортсмены с инвалидностью составляют конкуренцию здоровым пауэрлифтерам. В этом же году учреждение было переименовано в Центр адаптивного спорта Югры. 2014 год. Серебряными призерами 11-х паралимпийских зимних игр в Сочи в составе сборной команды России стали слэш-хоккеисты Константин Шихов, Василий Варлаков, Николай Терентьев и Владимир Литвиненко. 2015 год. В Ханты-Мансийске прошли 18-е сурдолимпийские зимние игры, на которых выступили 5 югорских спортсменов. Огромный вклад в победу в общекомандном зачете сборной страны внесли югорские лыжники. Анна Федулова трижды покорила высшую ступень педестала почета. Сергей Ермилов стал обладателем двух золотых и одной бронзовой медали. Алексей Грошев завоевал два золота. Губернатором Югры Натальей Комаровой подписано постановление о наделении Эдуарда Исакова полномочиями члена Совета Федерации. Директором учреждения назначен Михаил Вторушин. Центр адаптивного спорта признан победителем Национальной премии Министерства спорта России в номинации «Надежда России» в категории «Лучшая организация адаптивного спорта». 2016 год. В Ханты-Мансийске прошла вторая всероссийская зимняя спартакиада инвалидов, которая объединила спортсменов из 30 регионов России. 2017 год. На 23-х сурдолимпийских летних играх, прошедших в Турции, Максим Бган завоевал золото в метании молота. Бронзовыми призерами стали волейболисты Максим Салмин, Георгий Плешкевич, Владимир Шмыгин, Роман Симоновский. В играх приняли участие Юлия Любчик и Анастасия Гринь. В оперативное управление учреждения передан спортивный центр в городе Сургуте, на базе которого создан региональный центр адаптивного спорта. Объект позволяет осуществлять круглогодичную подготовку спортсменов по легкоатлетическим дисциплинам, а также теннису и фехтованию. 2018 год. На 12-х паралимпийских зимних играх в Кеньяне, Южная Корея, принял участие Михаил Слинкин. Центр адаптивного спорта стал ресурсным центром добровольчества в сфере адаптивной физической культуры и спорта на территории Югры. Состоялась премьера инклюзивного спектакля «Волшебная сила спорта» на сцене ДК «Октябрь» с участием волонтеров, детей с инвалидностью и их родителей. 2019 год. Спортсмены Югры стали участниками 19-х сурдолимпийских зимних игр в Италии. Югорские лыжники Анна Федулова, Сергей Ермилов, Татьяна Горбунова и Андрей Дубовских завоевали 8 медалей. Югра стала экспериментальной площадкой по разработке моделей и механизмов вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». 2020 год. В Ханты-Мансийске прошел 5-й Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации, объединивший представителей 45 регионов. 2021 год. На 16-х паралимпийских играх в Токио пловчиха Анастасия Гонте завоевала золотую и серебряную медали. Также в Олимпиаде приняли участие легкоатлеты Олеся Байсарина, Дмитрий Душкин и дзюдоистка Ольга Познышева. Сборная команды России по слэш-хоккею, в составе которой выступили 6 югорских спортсменов, завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Чехии. Команда получила путевку на паралимпийские зимние игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Кандидатами на 14-е сурдолимпийские летние игры 2022 года в Бразилию стали 15 спортсменов. Миссия Центра – сделать мир добрее и лучше, а физкультуру и спорт доступнее, чтобы каждый человек с инвалидностью имел возможность реализовать свой потенциал. К своему юбилею Центр адаптивного спорта Югры подошел, собрав солидный багаж достижений, знаний и опыта, который позволяет сегодня уверенно двигаться к новым свершениям и победам. Субтитры создавал DimaTorzok